42 тхэквандиста. У каждого немало спортивных достижений. Под руководством опытных наставников одинцовские спортсмены провели открытую тренировку в культурно-спортивном центре «Мечта». Перед занятием бойцам, постигшим технику и культуру тхэкванду, вручили черные пояса. Это долгожданный пояс. И без своего тренера Магомедова-Грисейна я бы его не смогла получить. За что я ему безумно благодарна. И просто человек мира. Сейчас все силы ребят направлены на подготовку к предстоящему турниру в честь олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Прославленная спортсменка пришла посмотреть, как идет подготовка тхэквандистов к соревнованию. Это дети наши, нашего Одинцовского округа. Они разных возрастов. У них абсолютно разные пояса, но они нацелены на результат. У них уже есть хорошие результаты, победы. И они представляют честь многие России на международных соревнованиях. Поэтому они, конечно, нуждаются в поддержке. И поэтому чем больше будет соревнований, тем мы от этого только все выиграем. Спортсмены занимаются в смешанной группе. Возраст и пол тут не важны. Главное – движение вперед. Для достижения высоких результатов упорно тренируются. В пару выбирают соперников сильнее. Хороший, серьезный уровень. Ребята здесь многие уже с черными поясами. То есть они уже в своей дисциплине достигли определенных высот. Есть ребята, которые помладше кто-то. Ну, такая разновозрастная группа. И это очень хорошо, потому что более младшие смотрят на старших и подтягиваются старшие уже своим каким-то советом. Всероссийский турнир под Хэквондо проведут с 24 по 25 апреля в спортивном зале МГИМО. На соревнования приедут лучшие войти страны. Первый раз такой большой турнир. Количество 500 человек, наверное, соберется. Шесть олимпийского чемпиона, героя России Бориса Евгения Базотина. На самом деле является нашим героем. Всегда смотрит, за нами видит, на каждое наше мероприятие приходит. Тренировка показала готовность одинцовских бойцов к турниру. Ребята настроены только на победу. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.